Знахари древнего Тибета знали, как избавиться от множества болезней, ударив по ним комплексно. Они, в отличие от современной официальной медицины, лечили не симптомы, а весь организм. Именно благодаря такому подходу многие традиционные тибетские рецепты позволяют укрепить здоровье и продлить жизнь. Один из таких поможет очистить сосуды от холестериновых бляшек, а кишечник от патогенной микрофлоры нормализовать давление и улучшить зрение. И, что не менее важно, все ингредиенты растут в нашем регионе и даже продаются в аптеке. Досмотрите до конца и узнаете не только сам рецепт, но и нюансы лечения им. Чем лечится в Тибете? В основе рецепта простой настой из четырех ингредиентов – ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек. Чем же полезны эти растения? Ромашка – отличное успокоительное, противовоспалительное и обезболивающее средство. Это растение снимает спазмы кишечника, устраняет процессы брожения, улучшает мозговое кровообращение и ускоряет заживление ран на коже. Ее издавна используют при болезнях кишечника, печени и желчевыводящих путей. Не отрицает эффективность ромашки и официальная медицина. Зверобой известен как средство от ста болезней. Он улучшает состав крови, заживляет раны и останавливает кровотечение, оказывает спазмолитическое и желчегонное действия. Его применяют при внутренних кровотечениях, болезнях почек и недержании мочи. Зверобой – эффективное средство от атеросклероза и мощное успокоительное, которое применяют даже при депрессии. В отличие от фармацевтических антидепрессантов, он не имеет столь тяжелых побочных эффектов и противопоказаний. Бессмертник – очиститель нашего организма. Он улучшает функции наших основных фильтров, печени и почек. Благодаря его приему улучшается отток желчи. Также бессмертник является антисептиком для нашего кишечника. Он не только противодействует болезнетворной микрофлоре, но и выгоняет из организма паразитов. Также благодаря бессмертнику можно улучшить выработку желудочного сока и ферментов поджелудочной железы. Отдельно стоит отметить, что бессмертник практически не имеет противопоказаний. Друзья, ценность здоровья невозможно переоценить, и заботиться о нем должен каждый из нас. Мы стараемся искать для вас действительно полезные и простые в применении рецепты укрепления здоровья. Ведь лучше предотвратить болезнь, чем пытаться ее вылечить. Поддержите нас, подписавшись на канал. Березовые почки применяют при отеках, болезнях печени и заболеваниях дыхательных путей. Как видите, каждый ингредиент тибетского настоя сам по себе является многофункциональным и весьма мощным средством воздействия на весь организм. В комплексе они усиливают действия друг друга, создавая долгосрочный эффект. Многие из тех, кто прошел курс лечения таким отваром, отмечают его особую эффективность при недугах мочевого пузыря. При этом, в отличие от мочегонных средств, он воздействует мягко и не просто усиливает работу мочевого пузыря, а именно нормализует его состояние. Важно и то, что это средство хорошо борется с инфекциями мочевыводящих путей. Как приготовить настой? По 100 грамм каждого ингредиента нужно пересыпать в общую посуду и хорошо перемолоть. Каждый вечер необходимо заваривать 1 столовую ложку смеси на пол-литра воды. Заливайте травяную смесь кипящей водой, плотно закрывайте крышкой и оставляйте настаиваться на полчаса. После этого настой нужно процедить через марлю. За раз принимают стакан теплого настоя, в котором размешивают чайную ложку меда. Следите, чтобы температура настоя при этом не была выше 40 градусов, иначе мед потеряет свои свойства. Выпивайте стакан тибетского настоя перед сном, а оставшийся стакан утром за 20 минут до еды. Курс лечения составляет 2,5 месяца по следующей схеме. Месяц пьете, неделя перерыва. Еще месяц лечения, неделя перерыва. И две заключительные недели лечения. Такого курса хватает на 5 лет, после чего его стоит повторить. Уже в процессе приема тибетского настоя, вы ощутите прилив энергии и увидите нормализацию давления. В процессе лечения возможно возникновение ощущения в области желчного пузыря, так как начнется активный отток желчи. Также иногда появляется тепло в области головы, благодаря расширению сосудов. Возможно, вы слышали про этот рецепт или лечились входящими в него травами. Расскажите о своем опыте в комментарии. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!